На незаконных пенсионных начислениях погорел Раджаб Абдулатипов, брат экс-главы Дагестана. В среду его задержали сотрудники спецслужб. Его брат Рамазан Абдулатипов возглавлял республику 4 года. В прошлом году его сменил Владимир Васильев и началась масштабная борьба с коррупцией. Задержания чиновников идут буквально каждый месяц. Приход Васильева нарушил вековую традицию, когда первым лицом в Дагестане может быть любой человек при условии, что он либо аварец, либо даргенец. В том, что сейчас неприкасаемых в республике не осталось, убедился наш корреспондент Анна Бажайкина. Эти кадры уже прозвали «Зачистка 2.0». На снимках обыск в кабинете Раджаба Абдулатипова. Депутат Народного собрания до этого несколько лет руководил республиканским ФМС. Но самое главное, он родной брат Рамазана Абдулатипова, экс-главы Дагестана. Обвинение Раджабу Абдулатипову пока не предъявили. Подозревают, за 200 тысяч рублей он мог из любого сделать инвалида по документам. Просто местным так выгоднее. Работы в республике мало, а с инвалидностью можно и пособия получать, и льготы. Особенно выгодно инвалидность приписывать детям. Им ежемесячно положено около 20 тысяч рублей. Почти столько же средняя зарплата по региону. Местные говорят, деньги на взятку обычно собирали все родственники, потом все равно окупалось. Именно поэтому в сети Дагестан иронично называют республикой борцов и инвалидов. Больной человек, больной, инвалид настоящий, он просто так получит пенсию. Ему очень трудно. Это нужно постараться. Есть, наверное, такие, но надо постараться, чтобы получить. В выдаче фальшивых инвалидностей подозревают и Магомеда Махачева, главу бюро медико-социальной экспертизы. Его задержали в августе. Подозревают в получении взяток на сумму 52 миллиона рублей. Под новую волну зачистки попал и главный врач Махачкалинской больницы Меджит Алиев. Следствие полагает, что за два последних года Алиев поощрял себя и некоторых сотрудников премиями. В общей сложности это 238 миллионов рублей. Первая волна борьбы с коррупцией началась зимой. Через три месяца после того, как управлять Дагестаном, прилетел Владимир Васильев. Череда задержаний, все резонансные. Вскрывалось то, о чем знали, но боялись сказать. К тому же привыкли, ведь почти в каждой структуре можно было найти брата, дядю или друга. Наш сотрудник Расулова Магомед, он провел опрос и спросил, вы участвовали в коррупционных делах? Оказалось, 70-75% дагестанцев говорят, я или давал, или брал взятки. Когда я эту цифру озвучил в Политехническом университете, там была конференция, из зала кто-то крыкнул, а остальные 25% врут. Покончить с кумовством во власти – такую задачу ставил Владимир Васильев в первую очередь. Этой зимой чиновники начали менять министерские кабинеты на камеры СИЗО. Одним из первых под февральскую зачистку попал мэр Махачкалы Муса Мусаев. Следом за ним главный архитектор города Магомед Расул Гетинов. Затем был бывший премьер Дагестана Абдусамад Гамидов. Спецназ ФСБ нагрянул в его особняк, который лишь казался неприступной крепостью. Тогда же задержали двух его замов и регионального министра образования. Задержанных спецрейсом отправили в Москву. Следственный комитет показал видео с апартаментами бывших чиновников. Роскошные интерьеры, картины, чучело и шкуры животных, много оружия. У Гамидова нашли два автомата Калашникова, пистолеты Макарова, Беретта и золотой ТТ с инициалами владельца. Многие из задержанных чиновников и их родственники жили вот в этом элитном квартале. Куда ни глянь, роскошные особняки. А из-за высоких бетонных заборов нищету региона и вовсе не видно. Средняя зарплата в республике в два раза ниже, чем по России. Нефть, газ, бахчевые, коньяк, да и для туристов место идеальное. Кажется, в Дагестане есть все. Несмотря на это, республика одна из самых бедных в стране. Объем дотаций огромный – 60 миллиардов рублей в год. К примеру, Иркутская область получает чуть больше 5 миллиардов. Я хорошо понимаю простых дагестанцев, которые, как и мы с вами, понимают, что такое коррупция и куда уходят деньги. И если деньги выделяются на бюджет, они уходят на личные дома, дорогие машины и прочие предметы роскоши, то никто не хочет такие налоги платить. Вот для нас сейчас стоит задача не только собирать налоги, но показать людям, куда эти деньги идут. Что они идут именно для людей, на их пользу. За взятки в этом году привлекли к ответственности больше 200 дагестанских чиновников. Мы, дагестанцы, не кровожадный народ, не, как говорится, радуемся, что всех у нас там забирают и так далее. Но мы довольны тем, что именно эти люди, которые доводили республику до такой точки, невозврата уже практически, должны понести наказание. Эксперты и местные жители предполагают, за решеткой окажутся представители не только верхних эшелонов. В муниципальных, сельских администрациях тоже самоуправства хватает. Так что чуть позже и они узнают, неприкосновенных в республике не осталось. Анна Бажайкина, Александр Зазуля, программа «Вместе».